доброго всем здоровья катаракта и глаукома наиболее распространенные заболевания органов зрения которые приводят в слепоте но быть предупрежденным значит быть вооруженным и на это будет направлена наша сегодняшняя программа сегодня выпуски что такое глаукома и что такое катаракта методы измерения внутриглазного давления о достижении хирургии в борьбе с этими недугами неотложные мероприятия при травмах глаз катаракты и глаукомы главные офтальмологические причины инвалидности лиц не только пожилого но и трудоспособного возраста эти заболевания являются наиболее частой врожденной патологии глаз у детей 75 процентах случаев заболевания возникает сразу на обоих глазах по данным министерства здравоохранения россии заболеваемость катарактами составляет 36 человек на тысячу населения глаукомами 5 соответственно катаракта и глаукома что же это за заболевание каково течение заболевания профилактика лечения сегодня на эти вопросы ответит наш гость главный врач центра лазерной микрохирургии глаза олег григорьевич расин добрый день или добрый день борис романч добрый день дорогие телезрители сложно уложиться в динамике нашей программы и все таки что же такое катаракты но если коротко говорить катаракты это помутнение хрусталика а глаукома это повышением триглазного давления о катаракте более подробно катаракта бывают различных видов приобретенная врожденная травматическая но в основном нужно пациентам понимать что это на самом деле помутнение хрусталика катаракта в основном возникает из-за нарушения обмена веществ в организме и нарушение обмена веществ в организме зависит от артериального давления человека от наличия сахарного диабета или нет вот наличие какой-то глазной патологии то то есть близорукости высокой степени дальнозоркости высокой степени все в общем то не просто так мало того катаракту могут даже вызвать особенно женщинам хочу сказать теперь теперешние уколы красоты ботокс если они сделаны где-то рядом с глазом то это тоже может привести к измене в стекловидном теле что впоследствии может привести помутнение хрусталика наука не стоит на месте и сегодня разработано очень много важных современных технологий лечения катаракты и глаукомы этой теме посвящен наш следующий сюжет глаукома это группа заболеваний при которых повреждается зрительный нерв мы приступаем хирургии когда пациент капает одну-два-три вида капель а давление остается высоким при этом зрительный нерв продолжает погибать и на сегодняшний день восстановить его невозможно заключается операция в создании дополнительных путей оттока тут несколько методик хорошо себя зарекомендовала синус трабекулактомия еще 60-х годов когда мы формируем на глаз отверстия в трабекулярной зоне и сообщением чтобы жидкость вытекала из глаза под слизистую формируется так называемая фильтрационная подушка и как правило этого достаточно но есть формы глаукомы которые резистентны к такому лечению и там требуется более такой подход который будет работать на долгие годы для этого из дренажей дренажная хирургия на сегодняшний день направлено на лечение толерантной глаукомы которую обычная хирургия уже не способна поправить эти дренажи разных моделей конфигурации производства мы например последнее время используем отечественные питерские дренажи они из искусственного сапфира лейкосапфировые дренажи особенность в том что они не обрастают не забиваются изнутри и не фиброзируется то есть не образуется рубцовая ткань и этот дренаж работает практически постоянно зачастую бывает даже снижение зрения после операции но потом постепенно в течение месяца набирают исходного уровня вплоть до стопроцентного но те клетки зрительного нерва которые уже погибли они так и остаются не работать катаракта серьезное заболевание но поддается лечению на современном уровне с глаукомой ситуация гораздо сложнее и сейчас мы поговорим об этой патологии григорь григорьевич глаукома на сегодняшний день это приговор да бриста на сегодняшний день глаукома это не приговор но все зависит от уровня атрофии зрительного нерва что же все-таки является причиной причина глаукомы является нарушение оттока внутри глазной жидкости но опять же они бывают разные бывают и врожденные глаукомы и приметенные глаукомы и закрытые угольные открытые угольные но это предмет длительных разговоров но операция для пациента в любом случае всегда направлена для улучшения оттока же внутри глазной жидкости и сглаза для этого существуют различные пути оттока выведения жидкости вот с помощью лазера делаются иридектомии это так называемые пробой радужки а с помощью капель уменьшается продукция этой жидкости с помощью хирургических методов лечения делаются фильтрующие операции образ жизни человека имеет значение в профилактике глаукомы здесь нужно отметить что пациенты с глаукомы уже в наличии не должны употреблять много жидкости на ночь и опять же это тянет за собой употребление кислого соленого горького для того чтобы не было употребления жидкости и обычно повышение внутри глазного давления основное происходит в ночное время суток поэтому контролировать нужно внутри глазного давления после подъема но в течение часа-двух тогда вы увидите реальную картину самым важным способом определения начинающейся патологии зрения является измерение внутри глазного давления причем на современном уровне об этом наш следующий сюжет внутри глазное давление давление жидкости внутри глазного яблока его исследование врачи называют тонометрией золотым стандартом этой процедуры является метод разработанный русским офтальмологом алексеем маклаковым исследование проводится с использованием набора грузов разной массы сам тонометр представляет собой металлический цилиндр полы внутри на концах прибора расположены отшлифованные пластины матового стекла смазанные специальной краской на роговицу глаза перпендикулярно опускается грузик массой 10 граммов в месте прикосновения прибора краска стирается и на основании тонометра остается круглый отпечаток по его диаметру можно судить о внутри глазном давлении исследование проводится на каждом глазу отдельно но современная медицина располагает более простыми и удобными технологиями всем пациентам после 40 лет рекомендуется измерять обязательно внутри глазное давление чтобы не пропустить заболевание высокого внутри глазного давления глаукома у нас в клинике это делается все на современнейшем оборудовании бесконтактно это скрининг метод проводится это так прижимается лобик в глаз пшикает воздух то есть пациент совершенно не больно и сразу мы получаем результат и можем оценивать состояние внутри глазного давления в глазу там делать обязательно в 7 раз в год после 40 лет и вот так распечатывается и мы видим результат еще держите показатели нормального внутри глазного давления 10-20 мм ртутного столба оно подвержено колебаниям в течение дня и ночи в диапазоне от 3 до 6 миллиметров ртутного столба таким образом чтобы избежать патологию зрения необходимо измерение внутри глазного давления но этим не ограничивается профилактика заболеваний органов зрения и на эту тему Олег Григорьевич наверняка добавите что-нибудь в настоящее время глазная патология она помолодела и если когда вы помните учились мы вместе Борис Романович у нас был такой предел возрасту 40 лет нужно измерять внутри глазного давления и каждый год то сейчас лучше это делать с 30 лет потому что инсуляция различные вредные в промышленном производстве какие-то различные не экологические вещи которые происходят с людьми они очень здорово влияют на весь организм естественно в первую очередь влияют на глаза и на почки где самые мелкие и тонкие сосуды в организме если у вас выявлена какая-нибудь патология со стороны давления глазного то обязательно необходимо как минимум еще два исследования это измерение поля зрения и компьютерная томограмма сетчатки и тогда видны нарушения видны нарушения в зрительном нерве которые влекут за собой изменения в поле зрения может подводя итог нашей сегодняшней беседе я думаю что ваши коллеги офтальмологи не будут возражать если после сегодняшней нашей телепрограммы количество обратившихся с профилактической целью увеличится в несколько раз наверное ради этого мы тоже сегодня встретились это борис романч и ради этого мы встречаемся всегда и спасибо вам огромное за такие подробные развернутые ответы они были очень кстати в нашей программе спасибо вам большое известно что глоукома может протекать приступообразно офтальмологи называют это острый приступ глоукомы о его симптомах клиники неотложной помощи в следующем сюжете острый приступ глоукомы как правило причиной острого приступа глоукомы вот здесь вот фотография вот так вот выглядит пациент с острым приступом глоукомы значит здесь проблема в дикой боли в глазу в очень высоком глазном давлении если в норме давление глазное должно быть до 28 мм тутного столба при остром приступе она может достигать до 50 даже до 60 мм тутного столба это очень сильная боль пациент жить не может и конечно же пациент должен быть ему должна быть срочно оказана помощь в первую очередь этому пациенту нужно проверить артериальное давление если у него давление высокое то снижение артериального давления способствует тоже в какой-то степени снижению и глазного давления тоже надо сделать обезболивающий потому что пациент тоже может впать в шоковое состояние после снижения всего нужно закапать капельки которые сужают зрачок такими капельками являются пилокарпин во всех амбулаториях в поликлиниках он обычно есть или в аптеке пациент должен быть немедленно доставлен в глазной стационар но пока вот эта процедура идет там машину нашли пока скорую помощь вызвали пациенту надо сделать отвлекающую терапию это значит можно попарить ноги ему перераспределить кровь можно горчичник на затылок поставить то есть чтобы отток жидкости был туда дать пациенту мочегонные препараты которые выведут объем циркулирующей жидкости в организме и тоже это будет способствовать снижению глазного давления признаки острого приступа глоукомы сильная болезненность и покраснение кожи вокруг пораженного глаза быстро прогрессирующее снижение остроты зрения на одном глазу заметное расширение зрачка и отсутствие адекватной реакции на свет неотложная помощь при приступе глоукомы успокоить и усадить больного горизонтальное положение и повязки на глаза противопоказаны закапать за верхнее веко 1% раствор пилокарпина дать больному обезболивающий препарат немедленно вызвать скорую медицинскую помощь природа подарила нам зрение для того чтобы мы воочию убедились в многообразии окружающей действительности берегите свое здоровье берегите свое офтальмологическое здоровье прислушайтесь тем советам и рекомендациям которые сегодня звучали в нашей программе ну а если остаются вопросы пожалуйста в адрес нашей редакции мы принимаем ваши письма звоните по телефону который видите на своем экране всего вам самого доброго и пожалуйста будьте здоровы ну а ну а Субтитры подогнал «Симон»